откуда две бороды не твое щенячье дело привет я дима мишланов и ты смотришь обзор плохого санты от сайта киноафиша info да не просто плохого санта а плохой санта 2 прикинь чувак вернулся посидел в тюрьме и вернулся сколько лет прошло 13 строго у них в америке с взломом супермаркетов или чем там натворил я что снова должен напиливать бороду для кого этот фильм для тебя дружок если тебя подташнивает от этого мандаринового запаха если тебе отвратительны все эти детские вопли вот если это все не твое то фильм плохой санта 2 для тебя что это что это это возвращение били боба который отлично провел назовем это так межсезонье между первой и второй частью снялся гениально в сериале фарга в общем хороший дядечка такой вот с небритой щетиночкой с сединой вот он прям от него прям так и пахнет перегаром пошлостью вульгарностью и скорбрезными шуточками в адрес сопливых детей в адрес карлика негра харлик негр просто господи храни америку за то что там есть карлики негры и их можно безнаказанно троллить и как тебя зоны выпустили досрочно дефицит койко мест видать и впрямь было тесно раз для твоей мелкой жопы штыря не наш и тебя никто не обвинит в расизме или в каком-то уху уничижение человеческого достоинства фильм полон но назовем это так дерьмового юмора клянусь у этой пилотки губы орангутанга простите ночью но это знаете я бы назвал это отличное дерьмо если выражаться сленгом наркоторговцев фильм плохой санта что здесь здесь тот же самый били боб здесь тот же самый негр карли здесь тот же самый мальчик жирный кучерявый этот малыш что ты делаешь ты упал мальчик ты что тормоз нет я скоро как метеор весь он только прибавил как бы и не за счет мышц и кудри его тоже стали такие же еще кучеряве в общем это тот которого не очень любят школе и он девственник и более того там есть шутка где мальчик говорит санте помоги мне лишиться девственности католические священники говорят твою мать это же наш прикол сейчас я скажу маленький спойлер который в принципе присутствует в трейлере но я надеюсь среди зрителей нет таких которые скажут ну теперь-то точно пойдем там показывают голую задницу жирного 20-летнего 22-летнего подростка в общем на мой взгляд фильм прекрасен будет секс будет юмор будет ржака кстати как заманить туда свою девчонку режиссер этого фильма до этого снимал исключительно сопливые розовые комедии так и говори ты что это же тот парень который снял между небом и землей ты помнишь как мы плакали я потому что шел туда а ты потому что он закончился это все он снял но я надеюсь что били боб выбил из него это все розовое сопильное дерьмо топильное сопливое неважно и парень снял нормальную ржачную бугагу под новый год и для нового года и после нового года да еще и так чтобы в семнадцатом году ты его пересмотрел и еще я очень надеюсь что его не испортит русский перевод потому что от этих парней зависит 70 процентов успеха а они как обычно ну чё ну как мы переведем coming back как возвращаюсь или как камон назад короче я надеюсь что ничего этот фильм не испортит ты начни читать отзывы наших посетителей на сайте киноафиша инфо чтобы знать да не испортилось или да что-то пошло не так в любом случае сам ты сможешь убедиться на театре это был дима мишланов это была коротенькая история про фильм плохой санта 2 бегом за билетиком до встречи в кинозале